Привет, ребята! Итак, оружейная тема. Сегодня я хочу вам показать очень оригинальную вещь, которая в народе имеет такое вот значение, пыльник его называют часто. Это МТЭК, известная такая уже в последнее время фирма на нашем канале, Military Technologies. Китайская фирма, которая, непонятно по какой причине, но делает такие вот ножи, которые чем-то они похожи на Глоки, чем-то они местами иногда бывают похожи на аналоги типа Тилайтов, но вот эта модель, она одна из наиболее таких шуганутых моделей. Вот я специально взял так для фона красную, такую вот военную косыночку такую именно. Во-первых, посмотрите, как китайцы красиво оформляют свои коробки. Кстати, в прошлый раз я говорил про то, что Extreme Geo и МТЭК это фактически одно и то же, и на самом деле все верно. Во-первых, это все принадлежит United Cutlery, то есть это корпорация, в которой больше 50 брендов, начиная от Кабара, от МТЭКа и кончая чем угодно. Поэтому, если у вас попался нож Extreme Gear, то он будет, скорее всего, полностью дублировать МТЭК. Дело в том, что МТЭК действительно разработан дизайн в США и действительно производство в Китае. И, в общем-то, это такая вот, наиболее такая вот боевая. У меня знакомство с этой фирмой началось с того, что вообще-то купил такой вот ихний MT575, про который я уже неоднократно здесь рассказывал, но я перепутал. Я думал, что это Микротек. Казалось, что это совсем не Микротек, что это совсем другое, но вот мы видим здесь солдата классического, премиум дизайн, солдат американской армии, винтовка Кольт М-16 штурмовая. Вот. И здесь мы видим вот этот вот кинжал. Да, в последнее время очень модно, как бы я слышал вот это выражение кинжал, кинжал, кинжал. Все вот так вот любят эти кинжалы. На самом деле, ребята, с кинжалами дело такое. Кинжал в 90% случаев является холодником. И если у вас есть эти разрешения или что-то такое, и ваши законы как бы позволяют, и все это самое, то как бы нет преграды, как бы, как говорится, да, с одной стороны. А с другой стороны, если у вас с этим как-то так не пойдет, то как бы соответственно. Вот. Поэтому... Сейчас, секундочку, сделаем на паузу. Извиняюсь, немножко прервал, потому что тут радикулит, как бы, и все такое не всегда удается держать. Для новичков мои длинные ногти обусловлены моей профессией. На левой руке их нет. Я гитарист на самом деле. Я не только снайпер спецназа, я еще и гитарист. Точнее, я уже давно не снайпер спецназа, я всегда был только гитаристом. Вот. Это уже мои, так сказать, пределки. Итак, что из себя представляет вот эта вот модель МТЭК Экстрим? Вообще-то легендарная модель, потому что я ее где-то год пас. Она то пропадала, то вдруг появлялась. Достаточно недорогая, при этом достаточно почему-то редкая. То есть, во-первых, он очень красивый. Но, конечно, вот я вот насчет кинжалов, опять же, то, что я говорил, что у МТЭКа очень много ножей именно такой кинжальной или полутора кинжальной заточки. У них много, они очень любят делать вот эти вот штыки. Но, по сути дела, как бы вот такой вот нож, я их называю пыряльник. То есть, резать он как бы не особо будет. То есть, будет, но не очень охотно. Таким ножом это вот тоже называется сапожный нож, то есть последний шанс. Это когда вас уже, так сказать, замучили совсем, и вы из последних сил выхватываете вот таким вот движением из сапога вот этот вот нож и как бы кинжал. И это как бы кинжал идет уже только как пыряльник, то есть только для охоты на Homo sapiens и Homo Neandertal, если верить одному товарищу. Итак, что у нас есть? У нас здесь есть такой весьма основательный такой, можно назвать это серейтером, можно назвать это просто пилой. Ну, а вот мой друг Си Боб Ковбой, он говорит, что это серейтер. Си Боб Ковбой прошел в Вьетнам. Человек, ветеран армии, реально прошедший всю эту мясорубку, который действительно мой хороший друг. Он живет в Пенсильвании, настоящий ковбой, на самый что ни на есть настоящий. Мой такой единомышленник, в общем-то, союз ветеранов международный, как бы это очень интересная организация. Но я не буду раскрывать все подноготные, как бы, тем более, что ничего в этом интересного нету. Просто круг интересов. Итак, что мы имеем? Сталь 440. МТ-ки не любят использовать дорогую сталь, либо это 420, либо 440. Насколько она хорошая, это 440С, насколько я понимаю. Я люблю, скажу так, я люблю, мне она нравится, но есть противники. Кроме того, я вам хуже скажу, я даже люблю 420, если честно. Но М390 мне не попадался, к сожалению. Здесь очень мелкими буквами написана такая целая поэзия лозунгов. Тут 5 звездей, то есть такой достаточно коммунистический нож. Вчера я что-то слышал про неокоммунистов в Америке. Может быть, это действительно оружие неокоммуниста. То есть вот таким вот хватом, если что. То есть либо вот так, либо у него тут вот такая вот возможность еще вот так вот его держать, что так, что так. Я его чуть-чуть сильнее заточил справа, потому что, чтобы, ну, там не было лишних этих самых. Вот. Ну, у нас тут ничего специально не нужно для такого ножа, тем более, что он относительно небольшой. Вот это вот чернение, это, скорее всего, что-либо тефлон, либо эпоксидная тема. Это я сам, как бы, в процессе чуть-чуть пришлось переточить, потому что, ну, это не режущий нож. Я хотел, чтобы он хоть немножко резал, и не только вертолеты, а еще и не только кости, и не только вот в таких вот местах, как бы здесь мы видим конкретно, как бы, историю, как бы, шестидневной войны, то есть пирамиды, Гиза, дело на Ближнем Востоке явно, то есть что-то у нас там связанное с 60-ми годами, там война была тогда, я помню, там что-то... Короче, прочитайте про это, есть много писателей. Вернемся дальше. Значит, здесь есть... Это фуллтанговая версия, полностью фуллтанговая. Две плашки из G10, достаточно такие простые, их можно снять, поставить рандомально, какие вы хотите. Гарда будет в любом случае. Если, как бы, вот как, к сожалению, в России принято кастрировать то, что называются эти ножи, то, в принципе, он не настолько острый, чтобы вас поранить, и не настолько травмоопасный. Но если и так, то я предложил бы не спиливать, наверное, вот одну часть, по крайней мере. Затупить с одной стороны можно, но спилить, вот, допустим, половинку, то есть чтобы вас 0.5 см, чтобы полсантиметра вот здесь вот остались. Давайте сейчас можно пока еще не село солнышко, быстренько промерить, как это все выглядит. Правда, у меня, конечно, промерка такая очень приблизительная. Вот, то есть это будет вот так вот выглядеть с обратной стороны. Хотя, если я вам скажу наизусть, никто на меня ведь не обидится, верно? Короче, получается так, что у нас сам по себе клинок у нас 11 см, и рукоятка у нас с вами 12 см. Получается, что в общей сложности 23 см, то есть двадцаточка такая небольшая. И, в принципе, как бы для пыряльника это большой достаточно запас, как бы закалка. По рукоилу 55-57 см заявлено. Ну, в принципе, наверное, так оно и есть. Теперь, если у вас аварийная ситуация или что, то щечки можно снять, заменить на деревянные. У вас все равно останется рама. 440-ая сталь, она, в принципе, не так просто ломается. Я никогда не видел краш-тестов с этими ножами. Вот, здесь имеется дол. Кровосток! Вот такой вот кровосток. По нему прям такая вот должна быть такой водопад крови. На самом деле дол. Но я очень люблю ножи с долами, потому что они легче, потому что они красивее. Ну, и вообще есть в нем такая, знаете, такая вот красота в этом деле. Ну, темлячок я сам, конечно, сделал. У меня просто, сами понимаете, свои паранойи на этот счет, как бы что упадет на керамику, собьется как бы острие, придется перетачивать, и потом хрен такой второй найдешь. Я его нашел с опозданием в год из-за этого чертова ковида, как бы. Вот. То есть, этот нож очень легко носить в сапоге. Вот это вот тот самый вот сапожный нож Варьк Викернес. В свое время говорил, что он убил Иеронимуса сапожным ножом. Вот что такое сапожный нож. Это не ножик, которым сапоги делают. Это нож, который лежит в сапоге, чтобы в случае чего со всего маху в лоб им вот так вот дать. К сожалению, моя физическая форма сейчас не позволяет показать это как бы красиво. Вот. Но, тем не менее, как бы вот такая вот интересная, красивая тема. Вот. С очень хорошими, как ни странно, ножнами. На поверку ножны оказались высший класс. То есть, что значит высший класс? Это означает, что это кожа, это кожа, еще раз это кожа. И здесь такая вот застежка с холестиком таким. То есть, цепляется она на любой ремень, на любые штаны, хоть спортивные, хоть какие. Абсолютный тактический нож, то есть, его не видно. Как бы его будет не видно. Они есть разных цветов. Они есть синие, они есть зеленые. Они, по-моему, чисто черных только нету. Вот. Но в данном случае, как любой тактический нож, хотя он и сделан для, как бы с какой-то красотой такой своей, то есть, его, в принципе, не стыдно повесить на стену как украшение, да. Но, с другой стороны, это все-таки кинжал, это холодняк, поэтому, какой бы он ни был, в обухе у него 3 миллиметра есть, как бы, и, как бы, во-первых, во-вторых, как бы двойная заточка. не знаю, не знаю. У меня есть Смит Инвенсен, вот такой вот HRT. Вот он, не холодное оружие, но я его купил, во-первых, не в России, а на Украине, во-вторых, не я его купил. Это мой друг мне его достал через магазин Нажиман, но Нажиман мне не станет продавать холодняк. Кстати, они мне ничего особенно не платят, это все за то, что я сейчас упоминаю. Я их не рекламирую, просто хороший магазин, так вот, посмотрите, Нажиман.com, там хорошие реплики, просто так. Мне никто эту рекламу не оплачет, я их не собираюсь рекламировать, просто, знаете, что меня спрашивают, вот где достать такой, где достать такой, на Нажимане часто вот есть такие вот хорошие вещи. Может быть, даже найдете что-нибудь такое. Это недорогой нож, это недорогая вещь, это 40 баксов может быть, максимум. Вот, но у нас они взвинчены очень сильно, но он тоже стоил относительно недорого, как бы, вот такой вот, не маленький, не коротенький, надо будет как-нибудь сравнить его со Смит Венсеном, еще у меня есть еще Фоксик есть, итальянский, посмотреть. Они, в принципе, очень похожи, но этот вот, он хорошо сидит в руке, мне нравится, как он сидит, у меня вообще большая рука, поэтому для меня вот такой вот наверший, это очень важная тема. Ну, в общем, имеем мы вот такой вот оригинальный МТЭК Экстрим, вот, и теперь я скажу пару слов на английском языке, а вам, я надеюсь, что было интересно, как бы, вот на него поглядеть, как бы, со всех сторон, пока еще солнце не село, вот, и, как бы, ну, смотрите, если у вас есть разрешение, то у кого есть дома сайгай, все такое, для тех матросов нет никаких вопросов, ну, а если у вас есть инстинктивный страх перед холодником или стражами порядка, то береженого Богу бережет, ребята, лучше хороший мобильник и быстрые ноги. Я вообще не очень верю, что нож это хорошее средство для самозащиты, ну, ладно, это не есть тема нашего сегодняшнего разговора, это скорее просто мое наблюдение. Хорошо, то, что мы сегодня после всего моего долгого истории с русскими, я скажу несколько слов в английском для моих хороших друзей. Для вас, С-Боб Ковбой, брат, будь сильный, будь сильный, пожалуйста, будь то, будь то, я желаю только сильный, быть сильным так же как этот нож . what is a meaning of the word premium in this context and precision crafted precision crafts in China oh well so many stars pentagrams for metalheads it's meaning that this weapon can be can be even how to say it associated with communism and McCarthy and it so so well look at the beautiful design of this blade after all my researches I found that extreme gear and and tech USA is the same company it's all one in one it's the United cutlery of course it's a boot dagger actually dagger but it's a last chance dagger let's call it this way I have zoom here so I can move it what I like is a it's a full tongue and you can get it take it down if you want to do it from wood if you want and so but I think is very beautiful design of this knife blade I was looking for this at least one year I think until I got it well done but a little the sharpness wasn't awesome but I did my best I shop it is this on one side because this is for attacks and this is actually not working or housekeeping the blade it's very aggressive and this is very let's say tough dagger it's not so long I can tell you that it's must be around it's hard to do it on the what if with the one hand but I will tell you right now what is the longer longest you can see it on the Amazon I think but actually I'm taking it from there so it's a lever let's say eleven and quarter inches so it's not too much long it's not too much big but it's very nice look at the nice design of the of the box and the shields made of weather with extra fine leaves you can to take it on the army boots like mine it's not too for soldiers from Navy so you can put it this way and last chance you are taking it up you can take it everywhere anywhere you want it but this guy is very very tough he's very very aggressive and actually this is what I'm calling really weapon because I don't know what you can do it you can of course to take watermelon and cut it with this and this with this guy but I don't think it's I don't know if it's gonna be so great like it can be with Victorinox or Tramontina kitchen knives it's not cooking messer it's not kitchen knife it's aggressive and tough military and not only military but counter military and gunster maybe it's a kind of weapon maybe the last weapon you can use but I like it and if you want it I think you will find it exactly depends on your country but I still I think it's not expensive at all and you will like it well have a good time glad to see you all and see Bob get easy Donna one see you brother and and Donnie be all day all my fellas from United States all my brothers from other countries I wish you good luck good hills and we will we won the fight with and we will win over and over until we will understand each other see you cheers you